Лицкой епархиальной библиотеке 10 лет. Значимую дату праздновали сегодня в детской школе искусств. Ее учителя и учащиеся подготовили музыкальную программу с духовной музыкой и песнями. В зале работники библиотеки, ее читатели и православные священнослужители. С юбилеем учреждения принимали поздравления от епископа Лицкого и Сморгонского Порфирия, а также представителей местной власти. В развитии библиотеки грамоты районного совета депутатов отметили вклад ее куратора, секретаря Лицкой епархии, протеерея Максима Цигеля. Именно он один из тех, кто стоял у истоков ее основания. Когда я приехал в Лиду и принял должность настоятеля Свято-Михайловского кафедрального собора, Владыка Гури благословил рассмотреть идею создания епархиальной библиотеки. Тогда я еще не имел понятия, что это такое. Тем не менее, я стал трудиться над идеей создания этой организации, которая на сегодняшний день является союзной. Это не только учреждение нашей Лицкой епархии, но это и учреждение культуры. За 10 лет существования Лицкой епархиальной библиотеки как главного методического центра Лицкой епархии, по благословению Преосвященнейшего Владыки Порфирия, мы участвовали в различных конкурсах. Неоднократно занимали высокие места, получали высокие награды и от Министерства культуры, и от Белорусской Православной Церкви. В нашей епархиальной библиотеке были организованы в течение данного периода времени семинары по православному краеведению, были организованы различные конференции по библиотечной деятельности, как церковно-приходских библиотек, так и публичных, в которых библиотекари трудятся с православной литературой. Наша библиотека сегодня заняла достойное, я так считаю, достойное место в нише социокультурной, не только на Литчине, но и во всей Белоруссии. Сегодня фонд епархиальной библиотеки насчитывает порядка трех тысяч книг. Это церковная литература, в том числе фундаментальная, которая выступает основой для духовного познания, а еще журналы и газеты религиозного содержания. Интересно будет заглянуть в библиотеку и детям. Для них есть специализированные издания о вере, книги с библейскими историями. Такую литературу регулярно читает 400 человек, и количество читателей только растет. Отыскать ответы на вопросы и приобрести духовные знания может любой. Библиотека работает с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Находится она по адресу бульвар Гедемина, 5. Конечно, у каждого человека есть возможность раскрыть для себя глубокий и очень интересный, на самом деле очень необъятный мир духовности, мир православной культуры. Через Слово Божие, которое имеет читатель, возможность получить в этой библиотеке, он открывает для себя действительно смысл жизни. Для чего живет человек, для чего дана эта жизнь человеку. Он впервые встречает такие слова, как «вечность», и порой для себя делает открытия, которые выше открытия Архимеда. На самом деле, что он бессмертный, что душа его вечная. И все это несет библиотека, которая действительно формирует сознание у людей, которая отвечает на многие вопросы, которые возникают в жизни человека. Поэтому я призываю, кто еще, может, не слышал о функционировании вот этой такой прекрасной площадки для своего развития, прийти, познакомиться с литературой духовной. И я уверен, что он обязательно найдет запрос для своей души, ответ на свои какие-то вопросы жизненные.